Добрый вечер, большая страна! Здравствуйте, дамы и господа! Мы с вами отправляемся в славный град оружейников, в Тулу, на матч пятого тура МЛБ первой лиги, в котором Арсенал принимает Нижнекамский нефтехимик. Первая в этом сезоне дерби лидеров лучшей лиги мира. Первая встреча команд, которые, ну, так или иначе, можно сказать, определенный запас очков уже набрали и чувствуют себя по ходу этого сезона достаточно комфортно. Все внимание на Инала Танашева, главного арбитра сегодняшнего матча. Все внимание в центр поля. Поехали, дамы и господа! Первая в этом сезоне битва лидеров начинается здесь и сейчас. И начинается она для тульской команды немного небрежно. Кирилл Большаков здесь не совсем прочувствовал, как Давид Дуга сыграет. Это тот же Сагуткин, понятное дело. Вот такой интересный заброс. К Сагуткину мяч отскакивает и первый в этом матче достаточно опасный момент. Ну что? Неплохо это могло получиться. И тут же быстрехонький ответ. Алиев. А вот теперь, смотрите, Саид Алиев. Против него Ндука. Ндука быстренько возвращается. Алиев штрафной подбирает ноги. Ух ты, к Джамилову мяч отскочил. И Левашов спасает свою команду. Петров пытается добить, но здесь мяч не попадет. И Михаил Левашов, как сейчас после отраженного мяча, кричал он. Ну, здесь, конечно, эмоции захлестывают голкиперам. Вообще, в плане количества ударов и ударов створ-ворот, нефтехимик лидирует с большим запасом. А сейчас он еще и лидирует в матче. 1-0. Забивает Нижнекамский нефтехимик. Я даже, если честно, не очень понял. Там то ли Султан Джамилов заковырял, то ли все-таки это гол... Гол чей получается? Константина Шельцова, что ли? Смотрим, подача на ближнюю. Выскакивает Константин Шельцов. И да, мяч именно от него залетел в сетку. Ворот 1-0. Там, в общем-то, не просто, конечно, было Левашову это все дело отбить, но открывает счет в матче Константин Шельцов. Ну, вот сейчас он сыграл как умеет и как любит. Он здорово оттянулся. Хороший выдал передачу. И здесь нужно уже что-то придумать. Это Берников. Удар здесь идет. Еще один темп может получиться. Ну, сегодня игроки нефтехимика просто чемпионы по заблокированным ударам, по остановке мяча. Прежде чем он дойдет либо до голкипера, либо до створа ворот, прям великолепно играют в своей штрафной футболисты-гостей. В этом плане именно. Так. Неплохая снова атака. Неплохая снова атака тульской команды. Может, здорово тут получиться. Удар Янович. Говорили мы с тобой о том, что мало произносим фамилию Янович по ходу этой игры. Стараев на подборе. А здесь мы бить. И удар пошел. И как это опасно было. Всего три игрока нефтехимика вне штрафной. Дай. Хорошая подача. И Левашов здесь справляется. Атакой на атаку пошли они сейчас друг на друга. Вот Турищев, несмотря на то, что... Ну, давайте позже про это. Потому что здесь момент хороший. Опять Данил Липовой. Опять Данил Липовой. И опасно это было. Но снова Никита Янович на месте. Справа и в центре везде, где только можно, бывает. Кайнов. Ой, хорошо Кайнов. Ой, хорошо. Перекладина Максим Кайнов. Это был бы голище просто сумасшедшее абсолютно. И Янович здесь помочь совсем не мог. Но это просто для виду. Большаков, давайте смотреть. Разбегается. Бьет Большаков. Ну, что ты с ним будешь делать? Он как на принтере эти штрафные. Один за одним, один за одним штампует просто. На очень важную для столичной команды игру. Игру, когда армедовцы будут заключать свое столетие. Заброс. Вперед. Хорошая скидка. Ткачев не очень удачно принял. Но один-один. Сергей Ткачев. Кому как не ему сравнивать было счет в этом матче. Капитан Сергей Ткачев. Капитан Тула. А Старожук своим победит. Подгоняет. Подгоняет. Задача еще не выполнена. Арсеналу победы сегодня нужна. Поэтому Старожук призывает своих подопечных слишком бурно не радоваться. Впереди еще пять минут. Даже уже меньше основного времени. Вот давайте смотреть. Раскатывали они здесь эту атаку. Заброс туда на Турищева. Турищев опять в итоге делает скидку. И из-под целой вереницы защитников. Там и Кахинцы, и Толстопятов. И все там были. И вылетел этот мяч. Вылетел он. Чуть еще подержать мяч Арсеналу. И попробовать развить эту атаку. Турищев перекладывает мяч. Заброс туда. И пора бы пробить. И снова не получается. До удара дело довести. И финальный свисток. 1-1. Будут сейчас, конечно, возмущения от футболистов тульской команды. Но мы сегодня посмотрели очень и очень живой. Очень и очень неплохой матч. Где было два абсолютно разных тайма. Продолжение следует...